Без преувеличения, дорогие левячки, главнейший витамин в нашем организме – Д3. Сегодня герой нашего видео. Смотрите до конца. Ребята, витамин Д3 – это настолько важный, жирорастворимый, живой витамин, что важность переоценить просто невозможно. Количество процессов, в которые он вовлечен, гигантское. Первый из них – настроение. Если вы чувствуете постоянно угнетенное состояние, волнение, панические атаки, вы просыпаетесь ночью в 3, или вы быстро засыпаете, потом сложно уснуть, если вы проснулись среди ночи, будьте уверены, витамины Д3 – дефицит. Если, ребята, хрустят суставы, если ломкие волосы, если ногти волнистые, если, ребята, вы просто берете своего ребенка, и он у вас прохрустывает, когда вы его берете на руки, будьте уверены, витамины Д3 не хватает не только взрослым и детям, ребята. Поэтому внимательно запомните, количество его должно быть адекватным. И точно могу вас заверить, что под воздействием солнечных лучей его не выработается достаточно. Потому что, да, считается, что он конвертируется в печени из холестерина под воздействием солнца, но исследуя анализы людей, которые живут в самых солнечных странах, я могу вам с уверенностью сказать, что его все равно недостаточно. А почему? Потому что печень недорабатывает, ребята, особенно у взрослых людей, когда печень ожиревшая, а именно в ней проходит конверсия под воздействием солнечных лучей из холестерина в образовании Д3, точно его не просто мало, а драматически мало. Первое место, откуда вы можете его получить, это каждый стараться прием пищи иметь рыбу. Но это же нереалистично. Поэтому я советую, например, через день брать для взрослых по столовой ложке масла печени трески, в котором хорошее содержание витамина Д3 живого класса. Но все равно его там недостаточно, если есть сильный дефицит, чтобы восстановить его. Например, также в этом потрясающем масле печени трески есть витамин А и омега. Это вообще классная добавка к вашей пище. Поэтому не забудьте взрослому регулярно и детям чайную ложку. То, что нужно делать, ребята, для того, чтобы восстановить дефицит Д3, это взрослым, и отставить абсолютно эти рекомендации стандартные врачебные, где ты берешь раз в неделю 50 тысяч, не помогает. Или ты берешь каждый день по 400 юнитов, это мало. Опять же, опираясь на анализы исследования крови, ребят, которые по всей планете участвуют на смарафоне, у меня есть уникальная возможность следить. И ребята, которые возвращаются, я вижу, как в течение нескольких месяцев драматически улучшаются все исследования. Так вот, для взрослого человека, женщинам 4-8 тысяч, мужчинам 10-12 тысяч международных единиц с основным приемом пищи, например, если сильный дефицит, то и 30 дней подряд. Если не так все запущено и у нижней границы, то через день детям, ребята, внимательно, по хотя бы тысяче, а детям, подросткам по 2 тысячи. У меня грудной третий ребенок наш, который получает через день по 400 международных единиц. И дочка, и сын 4 и 6 берут через день, в совсем не зимний период, тысячу-две тысячи. Очень важно, чтобы у вас было достаточно. Внимательно, ребята, витамин D3. Настроение, депрессия. В метаболизме гормонов участвуют, незаменимо. Опорно-двигательный аппарат. Ногти, волосы, все это мы обсудили. А иммунная система, боже мой, дефицит D3, потому что просто иммунная система постоянно в запущении. У вас лейкоциты на дне лежат, вы болеете, затяжные сопли. Если ребенок у вас постоянно из садика что-то тащит, и вы просто не можете вылезти из вот этих затяжных, постоянных, значит, историй с ОРВИ и прочей другой темой, то обязательно обратитесь к восстановлению дефицита D3. Вы можете даже не сдавать его, а просто на упреждение начать брать сейчас взрослому 6, как минимум, тысяч, видите, 30 дней подряд, например, паузы на выходные. И ребенку своему давайте, если у вас есть дети. И, ребята, старайтесь максимум жирной рыбы, потому что в ней есть D3, чтобы масса печени трески была. Это очень важно. Для иммунной системы D3, цинк и витамин С, предыдущее видео было о нем, это важнейшие инструменты, которые являются порными пунктами ваших лейкоцитов. Без них будете болеть. Любые вирусы будут просто. Заходи, бери, что хочешь. Надо не противовирусные, а цинк СД3 для восстановления. Нужно не, значит, кальций пить, почем зря, чтобы суставы не болели, а D3 вместе с К2. Запомните, это комбинация боевая. D3 витамин, например, там 6 тысяч. К2, МК7 маркировки, 400 миллиграмм. Для того, чтобы поддержать транспортную функцию кальция. Ребята, если вы едите сыр, запомните, у вас будет достаточно вместе с творогом, например, если у вас есть сыр и творог, будет достаточно в дневном вашем рационе. Кальция, естественно, главное его транспортировать. Люди очень часто делают огромную ошибку и берут дополнительно кальций. Еще и в форме кальция карбоната ни в коем случае не брать. Ваша задача поддержать D3 и К2. Это главные транспортные элементы вашего кальция, чтобы он попадал непосредственно в ту клетку, где нужно. В опорно-двигательную опору. Потому что в основном люди, которые особенно более зрелого возраста, берут просто кальций, самый дешевый карбонат, даже несмотря что там, приводит это к кальцинификации сосудов. Понимаете, насколько важный, ребята, D3 витамин? Просто переоценить его невозможно. Заклинаю, не допускайте дефицит ни себе, ни детям, ни своим родителям. Берите дополнительно, следите за здоровьем, подписывайтесь, комментируйте и обязательно делитесь этим видео. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»